Советская космонавтика с первых шагов своего развития создала такие темпы освоения космоса, исследования его, что это потребовало быстрой смены многих и технических образцов кораблей, автоматов. И действительно вспомним Восток. Их всего было шесть Востоков. Всего два восхода были. Вот уже серия Союзов ушла в историю. Сорок кораблей Союзов славно потрудились. Образцы уникальной техники. Многие образцы космической техники уже собраны и в Музее космонавтики в Калуге, в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского, и в Центральном доме авиации и космонавтики имени Фрунзе, и из Звездного городка, и из Музея космонавтики мы показывали вам и рассказывали в удивительных образцах. А вот недавно, только что, открылся Мемориальный музей космонавтики в Москве. Москвичи и гости столицы уже давно привыкли к этому величественному монументу на проспекте Мира в Аллее космонавтов, сооруженному в 1964 году в честь наших первых блистательных космических побед. И, разглядывая скульптуру мудрого правитца космической эры, взветнувшуюся на 110-метровую высоту ракету из вечного металла, титана, многие не предполагали о том, что в стилобате обелиска идет напряженная творческая работа по созданию Мемориального музея космонавтики. Художники, скульпторы, дизайнеры, научные сотрудники музея продолжали громадную работу, добиваясь того, чтобы найти такие изобразительные средства, которые бы соответствовали высокой цели. Увековечению великого подвига народа в освоении Вселенной. И им это удалось сполна. Художники максимально старались приблизить атмосферу нашего экспозиционного зала к космической атмосфере. И я приглашаю вас настроить себя на космическую волну, и приоткрыв оригинальный вход-шлюз, мы с вами войдем на порог космоса. Художественное решение нашего зала необычное. Давайте представим, что мы с вами стоим не на ковре фабричной работы, а стоим на взлетно-посадочной полосе. Тем более, что конструктивное решение зала позволяет нам представить, что наша дорога – стартовая площадка в космос. Всю дальнюю стену занимает огромный витраж. Яркие краски витража приближают нас к той космической атмосфере, которая царит в безвоздушном пространстве. Как рассказывают космонавты, краски космоса яркие и контрастные. В них нет плавного перехода от одного тона к другому. Над интерьерами музея, экспозиционного зала работала большая группа художников и дизайнеров под руководством члена Союза художников СССР Олега Петровича Ломака. Это большая работа, большая творческая работа. Это монументальная композиция, которая включает витраж, скульптуру, рельеф. Мы ее называем сфера. Она создана с помощью наших консультантов. Это 12 знаков зодиака, которые на заре еще человечества появились земными названиями. Это люди всегда стремились к освоению неба, к освоению космоса в дальнейшем. И вот такая композиция, в которой заложена идея. Как бы советский человек-космонавт, космонавт, который олицетворяет символ советского человека. Он как бы раздвинул занавес, приоткрыл человечеству вот эту совершенно новую область, открыл для человека новую область, космос. И стоит вот прямо здесь вот перед нами, без всякого пьедестала, стоит и приветствует людей. Я с удовольствием хочу представить авторов монументальной композиции, которая выполнялась в составе профессора Гаврил Санцшульца. Скульптор Рудько, Ламака, Канканяна, Каличук, Вячеслав. Вот вы его видите. Вот такой группой создавалось все оформление музея. С благоговением рассматривают посетителей бесценной реликвии. И не случайно первые посетители от души говорят сердечное спасибо всем, кто сделал возможным это волнующее эмоциональное путешествие в мир великого подвига народа.